Сегодня у нас продолжение, можно сказать, предыдущей темы, потому что предыдущая тема, если помните, мы закончили поиском. И для поиска, по крайней мере, для каких-то задач поиска, было удобно, чтобы данные, с которыми мы работаем, были упорядочены. Это то, чем занимается задача сортировки. Что можно искать? Что можно упорядочивать? Можно упорядочить все, что угодно. Мы упорядочили числа, упорядочить можно, например, можно взять тысячу массивов, упорядочить по первому элементу. Можно взять тысячу строчек, упорядочить их по лексикографическому порядке. Можно взять комплексные числа и упорядочить их по какой-то, по действительной части. Поэтому задача упорядочения, это не просто так поменять чиселки местами. Это то, что требует некого ключа, по которому мы упорядочим, и всего остального. То есть, как я сказал, если мы сортируем, например, массивы, упорядочиваем массивы, то если мы упорядочим по первому элементу, то все элементы остальные тоже вместе с этим первым элементом гуляют. Значит, это то, что мы называем ключом. Для того, чтобы упорядочить, обычно достаточно, по всякому случаю, необходимо во многих случаях, чтобы мы могли эти ключи сравнивать как-то. То есть, принять решение, стоит ли этот ключ отправлять раньше этого ключа или позже этого. Ну, а в общем математическом виде, математической постановки, задача сортировки звучит следующим образом. То есть, мы должны на последовательности из N ключей найти некую такую перестановку, после которой ключи окажутся в каком-то порядке, в каком-то отношении, отношении там не убывания, отношении невозрастания. Что может быть элементами сортированных последователей? Ну, как я сказал, что угодно. Ну, давайте мы для примерчика возьмем некую такую базу данных, фрагмент базы данных, который содержит имена городов и их населения. Ну, так, приблизительное. Таким образом, мы сортируем вот такие структуры. Там Москва, 10 миллионов, ну, конечно, 10 миллионов, но так, это чисто для примера. Нью-Йорк, там Париж, Токио и так далее. Ключом является в данном случае число жителей, например. То есть, это структура, в которой есть данные и что-то еще, и вот есть некое такое поле, ключ, по которому мы собираемся сортировать. Очень важное понятие сортировки – это устойчивость. Ну, вот смотрите, вот здесь у нас есть исходная последовательность и два ключа равны. Вот у Москвы и у Лондона ключи одни и те же. Вот устойчивая сортировка сохраняет последовательность ключей, последовательность записи с одинаковыми ключами. То есть, если у нас в начальной последовательности Москва была красная и Лондон зеленая, а Москва находилась друг перед другом, перед Лондоном, то в устойчивой сортировке все будет так же. Вот у нас эта сортировка устойчивая, Москва все еще впереди, мы отсортировали по быванию в данном случае. А в неустойчивой сортировке у нас Лондон каким-то образом перепрыгнул через Москву. Ну, в общем-то, это свойство, которое не то что оказывается полезным, ну, то есть, некоторые алгоритмы сортировки обладают устойчивостью, некоторые не обладают устойчивостью, и в некоторых случаях обязательно требуется устойчивая сортировка, а в некоторых нам все равно. Ну, скажем так, те сортировки, которые у вас, скорее всего, будут на контестах, а вы, кстати, в курсе, что вы пишете контрольные работы 28-29 числа, то есть на семинарах. Ну, на самом деле, меня просто просили вас известить, что контрольные работы на некоторых группах, те, которые будут 28-29 числа, там будет контрольная, в том числе там будет сортировка контрольная. Где устойчивая сортировка нужна? Например, если мы собираемся сортировать несколько раз одну и ту же последовательность, то есть можем сортировать по одному ключу устойчиво, потом по другому ключу устойчиво, ну и в конце концов у нас получится некая правильная последовательность. Если бы сортировка была неустойчивая, то вторая сортировка могла бы отсортированный уже элемент поменять местами, это было бы все печально. Ну, начнем с чего? Сравнение. Вообще-то сортировка. Сортировок бывает много разных. Я, например, несколько десятков знаю. Самое популярное сравнение и самое универсальное, скажем так. То есть те сортировки, где мы ключи сравним друг с другом и по этим ключам принимаем решение. Что для этого нам нужно? Нам нужно как принимать решение. Чаще всего мы должны как-то определить или показать нашему алгоритму сортировки, что есть сравнение. То есть, например, нам достаточно часто определить только одну операцию, меньше. Корректно определить операцию меньше. Причем таким образом, что если у нас например, А меньше Б, нет, неверно. Б меньше А, нет, неверно. Значит, мы должны принять четкое решение, что тогда А равно Б. Ну, не все операции сравнения такие, но представьте себе, у нас есть, например, точки, которые расположены, ну, например, представлены в полярной системе координат. Ну, можем, например, сказать, что точка меньше другой, если у нее длина радиуса вектора меньше другой. Ну, тогда точки, которые находятся на одинаковом расстоянии, дадут нам такое условие, что они как бы равны, а на самом деле они отличаются друг от друга. Вот поэтому, если мы уж хотим через радиус вектора сортировать, то должны функции сравнения добавить еще факт, что еще по углу как-то упорядочить. Если мы это сделаем, мы соблюдем закон трихотомии, то есть вот либо это, либо это, либо это. Эта операция у нас как бы обратима в данном случае, то есть можно А меньше Б, А больше Б, как сказать, что Б меньше А, поэтому она через эту операцию работает. Ну, давайте начнем с самого такого хорошего, то, что все у нас в сортировке есть готовые. В принципе, вам новых писать часто не нужно, если вы их, вы будете хорошо пользоваться встроенной сортировкой. Ну, сразу хочу сказать, что мы изучаем алгоритмы сортировки и пишем алгоритмы сортировки не для того, чтобы вот именно данные задачи сортировать, а иногда мы на алгоритм сортировки можем нагрузить какие-то другие такие полезные функции. Ну, потом посмотрим, как это звучит. Итак, у нас есть раз функция сравнения, как мы говорили, то почему бы сисной сортировки не воспользоваться функцией сравнения? Ну, функция сравнения достаточно веселая. КМП это наше название, это мы ее так назовем для наших элементов, то есть мы должны написать такую функцию. Что она должна принять? Она должна принять вот таких два указателя, конствоид, конствоид, или вот. Что поделать? Она должна уметь сортировать все, что угодно, то есть хоть инты, хоть даблы, хоть массивы, хоть структуры, поэтому универсально написать ее, конечно, невозможно. Это не C++, где есть шаблоны такие, здесь у нас максимум, что у нас есть такой общий это указатель, который показывает на что-то. И вот такие указатели мы здесь передаем. Эта функция должна нам вернуть вообще-то что-то такое, что покажет функция, сортирующая функция, как элемент упорядоченный. Самое главное, что она возвращает ноль, если элементы равны, она должна вернуть что-то отрицательное, что угодно, хоть минус единиц, хоть минус миллион, если первый элемент меньше второго, и что-то положительное, если первый элемент больше второго. Ну, для целых чисел, если мы хотим сортировать целые числа, мы можем сделать вот так, на лету преобразовать первый указатель, забрать по нему значение, на лету преобразовать второй указатель и вычесть. Ну, в общем-то, это достаточно распространенная практика, такие функции для сортировки целых чисел как раз любят писать, ну, у них есть небольшая ошибка, которая, скорее всего, нас с вами не касается, она не умеет правильно работать, если одно из чисел есть самое минимальное отрицательное число, то есть, ну, тогда вот оно меньше всех остальных, но здесь нам эта функция этого не покажет. Ну, можете посмотреть, что происходит, если одно из этих числа, чисел есть, например, минус двойка в тридцать первой степени, для которого нет парного числа в положительных числах, в нашем дополнительном представлении. Эта функция работает неверно тогда. Итак, что нужно подать самой функции? Так, мы уже знаем, что у нас есть функция сравнения, вот она, мы должны подать туда сам массив, конечно же, мы должны подать туда сколько элементов сортируем и размер сортируемого элемента. Интересно, зачем нам так много? Ну, давайте подумаем, функция сравнения понятна, что у нас по двум указателям принять решение сортировать или нет, а потом, а потом она должна, если эти элементы не в порядке, то должна их поменять местами. А сколько, как поменять местами? Ну, взять вот этот кусок памяти, который вот с этим размером, взять этот второй кусок памяти и пометим места. То есть, ну, такие операции, через операции с памятью. Мы понимаем, что указатели могут показать на что угодно, то есть 10 байтов, 40 байтов, 4 байта, вот как у нас с интами, ну, поэтому мы просто вот эти два кусочка памяти поменяем местами и они уже будут находиться в каком-то порядке. А теперь то, о чем мы немножко умолчали в прошлый раз, когда работали с указателями, у нас еще один вид указателя, но он нам был не нужен пока, этот вид указателя, это указатель на функции. Это последний указатель, который у нас есть. Поскольку, что такое указатель обычно? Это некий адрес, некий переменный. Ну, а функция что? Функция, что адреса не имеет? Ну, конечно, имеет. Ее тоже можно сохранить куда-то. Адрес функции можно использовать тоже где-то для хранения, можно сохранить адрес т функции и потом ее вызвать из кого-то другого места. То есть, теперь у нас появился такой указатель на функцию, так называемый. Синтаксис указатель на функцию немножко своеобразный. Вот эти круглые скобки совершенно обязательно. и так, что здесь такое? Первая функция double звездочка intag от double x. Это означает, что мы объявили указатель на функцию под именем intag. Описание очень неинтуитивное, честно говоря. и этот это указатель на функции, потому что звездочка intag вот в этих скобках это означает. Эта функция принимает double и возвращает double. Ну, нормальная функция, если вы будете писать численное интегрирование, вот примерно вот такие функции там стандартно будут. Ну, понятно, функция от одной переменной. Определенный интеграл считать. Вторая функция принимает три intа и возвращает int. Следующая функция ничего не принимает, то есть она имеет пустой список аргументов и ничего не возвращает. Ну, просто вызвали и все, ну, че это не печатает. Ну, вот такие вот функции. Запомните, значит, если вот эти скобочки вы удалите, у вас получится совсем другое. Получится, что вы определили прототип функции intag, которая принимает x и возвращает double звездочка. Поэтому вот эти скобки, они абсолютно неинтуитивны, ну, с моей точки зрения, но они необходимы здесь. Вот, такие функции мы с вами описать вот в таком стиле скорее всего не будем, но, скажем так, это прототип функции сравнения кусорт, которая имеется в C, в стандартной библиотеке в EstadiliBH. Вот, сама функция комп, вот здесь, видите, она выглядит таким образом, что она принимает два указателя на void, таких, как мы называем generic указателя, и возвращает int. То есть, в данном случае нам можно что сделать? Нужно в этой функции передать адрес нашего массива, количество элементов, размер одного элемента и вот эту функцию, которую мы написали, ну, например, мы написали comp функцию, которая уже есть, или вот такую функцию, campaign, ну, уже правильно написано в данном случае, уже без ошибки, той самой, которую я сказал, предыдущая не умела работать с минимальными целыми числами, а это уже умеет. Вам самим решать, если у вас в сдаче таких чисел минимально целых не будет, то, в принципе, та функция и побыстрее будет, и как-то ее проще написать. Здесь количество операций в сравнении стало больше и она работает чуть-чуть помедленнее. Значит, не забываем, что функция, которую мы пишем, она все равно принимает вот такие указатели и явным образом мы должны преобразовать либо с отдельными переменными, как мы здесь написали, либо вот как мы здесь написали преобразовать на лету, ну, через n-звездочка или const n-звездочка, таким образом. Опять же, дело вашего вкуса, как это делать. Каким образом это писать? Выглядит это примерно таким образом. То есть, предположим, что наша функция вот такая была, тогда сортировка выглядит так. То есть, мы заполнили массив вот таким образом и подали в кусорт функцию, которая, напоминаю, вот это долип, не промахнитесь, подали количество элементов, подали размер элемента. Я вот таким образом пишу это часто удобно, чем сайзов от int писать, ну, потому что мы сортируем а, ну, значит, сюда подадим размер нулевого элемента и подали нашу функцию сравнения. Явным образом нам не приходится писать указатель на функцию, это дело сделали за нас в стадели паш, ну, а использовать пожалуйста. То есть, обязательно надо подать функцию с такими аргументами и с таким возвращаемым значением. В принципе, некоторые компиляторы шлистные, они еще позволяли делать, хотя, не знаю, сейчас позволяют или нет, здесь можно подать прямо указатели на сами значения, ну, будет это работать или нет, ну, проверьте, лучше писать так, чтобы не бояться ничего в дальнейшем. Так, ну, что, по спеку сорта есть какие-то вопросы? А как самим написать? Сейчас напишем. Вообще, не забывайте, что вот на тех контестах, которые у вас будут в ближайшее время, ну, скорее всего, вас не потребует написать собственные функции сортировки. Я понимаю, что это удобно, это приятно. А, я вот умею писать функции сортировки, давайте я воспользуюсь. в контесте, да. Времени там не то чтобы много будет у вас, поэтому, ну, пользуйтесь готовыми рецептами, если это можно. Если просто сортировать что-то, то это самая та функция, которой можно пользоваться. Ну, можно и написать свои функции, и это оказывается не так страшно. Но, но не на контестах. Это точно. Там у вас времени. Так и так, несколько мы сейчас с вами алгоритмов сортировки сравнения. Я говорю, их много, их десятки, сотни. Ну, мы несколько, несколько посмотрим. Давайте начнем с понятия инверсии. То есть, если у нас имеется пара элементов, которые находятся в неправильном отношении, просто любая пара элементов, вот, например, здесь у нас, если мы хотим возрастания, то четверка с тройкой, они находятся в неправильных отношениях, то есть тройка должна быть перед четверкой, то эти элементы находятся в отношении инверсии. В данном случае у нас инверсии, вот, перечислены все на слайде, которые есть, они нам не нужны, от них надо избавиться. То есть, заключительная отсортированная последовательность инверсии не должна содержать. Что, подблюдаем интересный факт. То есть, если у нас два соседних элемента находятся в инверсии, то, что будет, если мы их переставим местами? Насколько изменится количество инверсий? Ровно на одну уменьшится. Ну, вот она, отличная сортировка, да, получается. То есть, найти элементы соседние, которые находятся в инверсии, и переставить их местами. Значит, каждый раз количество инверсий будет уменьшаться на единичку, и в конце концов все закончится. Гарантированно. Алгоритм конечным получается. Значит, какое наибольшее количество инверсий? То есть, первый может находиться в n-1 инверсии, второй в n-2 инверсиях, ну, небольшая такая арифметическая прогрессия, n на n-1 пополам. Ну, значит, этот алгоритм, который меняет соседние элементы, и те элементы, которые находятся в инверсии, он должен хотя бы n-квадрат операции сделать, от n-1 квадрата. Ну, что, быстро, медленно. Значит, самая простая, извините, приходится, сортировка, которая называется пузырьком, куда же без нее, никто без нее не живет. Это как раз та сортировка, которая основана на этом принципе. То есть, найти два элемента соседних, которые находятся инверсиями, местами и делать это до тех пор, пока инверсия кончится. Один из самых простых пониманий алгоритмов, один из самых простых в реализации алгоритмов, но один из самых медленных. В принципе, если у вас массив содержит несколько там, ну, тысячу там, пару тысяч элементов, то вы забыли, как писать кусорт, забыли аргументы кусорта, ну, в конце концов, сортировка пузырьком, она до сих пор вы можете использовать. Ну, здесь мы как раз наблюдаем, рассматриваем все эти элементы, они в инверсии меняем местами, это не в инверсии оставляем, это не в инверсии, это не в инверсии, это в инверсии меняем, и получается, что? Получается, вот элемент, который у нас находился, 77, самый наибольший элемент, где-то находился в мащеве, он обязательно каждый раз будет цепляться и за него будет эта инверсия цепляться, и он отправится на самое последнее место, это самое правильное место всплывет, можно сказать. Как это смотрится? Примерно таким образом, то есть, у нас есть некий такой предикат, который называется sorted, который мы сначала говорим нет, и как только заходим сюда, он становится истинным, и вот если хотя бы раз на инверсию наткнулись, то этот предикат сбрасывается для того, чтобы мы пошли дальше. А внутри у нас эта пробежка по элементам от нуля до n-1, а что такое n-1, это количество тех элементов, которые все еще остались не отсортированными, и происходит обмен, и обратите внимание, вот на такую деталь, мы уменьшаем количество тех элементов, которые бы самим рассматривать, ну, немножко. Чуть-чуть уменьшаем сложность алгоритма, на самом деле, при этом. Этому алгоритму ничего не поможет. Мы даже уменьшаем, не уменьшаем, все равно он ставится квадратичным, ну, ускорим там на 20-30 процентов в самом таком лучшем случае. Каждый обмен уменьшает количество инверсий, инверсий кончится, инверсия у нас n на n-1 пополам, ну, значит, этот алгоритм работает достаточно долго из-за этого, n квадрат, и при этом он делает большое количество операций обмена, ну, то есть, три операции на каждой, на каждую инверсию. Ну, не совсем красиво, не совсем удобно. Это, это сортировка устойчиво, очевидно, а когда у нас возникнет неустойчивость, если мы возьмем два элемента, находящиеся друг от друга, с равными ключами, и каким-то образом нам их придется поменять местами, то есть, перескочить через несколько других элементов, не проверив, сравнились они или нет. Поэтому, она с одной стороны устойчив, с другой стороны, это, наверное, одна из самых медленных сортировок, которыми как-то еще можно пользоваться. есть еще более медленные сортировки, ну, например, берем, делаем генератор перестановок, инфакториал, выбираем перестановку, переставляем, проверяем, отсортировалось или нет, берем следующую перестановку, берем следующую перестановку, случайным образом, пожалуйста, случайным образом, ну, это нормально, мы можем, мы можем сделать сортировку, которая работает за инфакториал, Без проблем. Ну, все-таки квадрат получше будет, видимо. Следующая сортировка, на самом деле, это, хотя и пока еще квадратичная сортировка, но она широко применяется. Сейчас мы видим, почему все-таки мы ее применяем. Это одна из тех сортировок, которая в том числе применяется и в Кусорте, где-то внутри. Ну, не с самого начала, конечно же. И в библиотеке STL C++. В чем она заключается? Мы выбираем сначала самый легкий элемент, который должен поставить на первую позицию, и ставим его на первую позицию каким-нибудь образом. Ну, например, делаем первый проход алгоритма сортировки, вот это bubble sort с пузырьком, и тогда для того, чтобы он всплыл на первую позицию. А дальше мы начинаем следующее. Для каждого из элементов следующих мы находим место, вот в первой части массива, куда бы его ставить. Ну, сейчас это будет показано. То есть у нас есть вот вначале такой массив. Мы сначала двойку поставили на это место. Вот видите, все остальные переместили. Потом вот в этой части, в правой части, я нахожу четверку и ее вставляю сюда. Все остальные перемещаются. Потом я нахожу десятку на месте, 14 на месте, 25 на месте. Ну вот, а, 25 на месте, 25 ставлю на место. И сортировка, как ни странно, за один проход закончилась. Ну, бывает такое, да, что за сортировка может закончиться за один проход. Что в этой сортировке интересно? Ну, во-первых, у нее есть некий инвариант. То есть после каждого прохода по массиву, после каждого поиска и вставки, мы имеем уже готовых, отсортированных какое-то количество элементов. Так это же хорошая идея. А что это означает? То, что если у нас уже отсортированный массив, представляем себе, и нам приходит какой-то со стороны элемент, то мы с помощью вот этого алгоритма сортировки можем вставить на нужное место и опять получим отсортированный массив. То есть это та сортировка, которая называется онлайн-сортировка. То есть она всегда собирается поддерживать какую-то часть массива в отсортированном виде. То есть мы рассматривали вот эту сортировку, как нам подаются элементы за элементом, и мы все время будем сохранять инвариант. Массив, который мы сейчас имеем, он отсортирован после прихода очередного элемента. Чем эта сортировка быстрее, чем пузырек, если, как я сказал, та же самая квадратичная? Это, кажется, вариант, о котором я говорил, тем, что мы, во-первых, уменьшаем количество операций обмена. Почему? А как мы элементы сдвинем? А очень просто. Смотрите, вот после первого этапа, когда мы первый элемент вставили, мы берем следующий. Мы берем элемент, который сейчас будем вставлять, мы его, как я так представляю, приподнимаем, то есть сохраняем в переменную, и потом остальные элементы начинаем смещать, смещаем, 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 до тех пор, пока не можем его уронить на нужное место. То есть операция обмена соседних элементов у нас тут отсутствует. У нас есть операция сдвижки, операция копирования, то есть этот элемент сюда, этот элемент сюда, этот элемент сюда, а тот, на какое место, что мы сейчас вставляем, он запомнен, и потом он падает на нужное место, там, где инвариант сохранится, вот эта сортировка. Ну, поэтому, по сравнению с операциями, которые мы делали в пузырьке, у нас исчезли три операции обмена. У нас, вообще-то, получается одна такая виртуальная операция обмена, ну, то есть эта сортировка как минимум в три раза быстрее. Ну, на практике она еще быстрее, то есть для больших массивов она, ну, примерно так, раз в 10 быстрее, чем операция пузырек. Ну, не думают, что 10 раз это хорошо для больших массивов. Нет, это увидим потом, насколько отличаются порядки. Таким образом, эта сортировка и отличный вариант, если нам больше ничего не остается делать, если мы забыли сортировку пузырьком, ну, или нам нужно все еще оставить квадратичную сортировку по каким-то нашим целям. И сложность этой сортировки должна быть очень велика. То есть это, как раз вот этот факт, который написал, позволяет упорядочить массив, это называется онлайн-алгоритм, это как раз большой плюс, и это штука полезна. То есть если мы возьмем сортировки, которые будем потом изучать, в массив добавим какой-то элемент, ну, нам придется сортировать по новой, почти у всех сортировок, которые у нас будут сейчас после этого. А здесь, здесь нет, здесь можно за один проход его поставить на место. Ну, опять же, устойчивость есть, потому что мы не прыгаем далеко, у нас элементы всегда перемещаются на единичку здесь, и такой перепрыжки нет. Ну, и так, мы посмотрели два пока алгоритма, которые работают, но пока еще они медленные. Что нам поможет для того, чтобы написать сортировку быструю? Что у нас было в прошлый раз? Рекурсия. Неожиданно, да? Вдруг добавление рекурсии нам эту сортировку сейчас превратит уже в нормальную. Так, рекурсия. Ну, перед тем, как запустить рекурсию, задачу на рекурсию, давайте подумаем, можно ли решить за приемлемое время такую задачу. Есть у нас два отсортированных массива уже. Можно ли из этих двух отсортированных массив за конечное время, или за какое время, получить один отсортированный массив, ну, где-то в другом месте, конечно же. И если можно, то как это сделать? Тут нам приходит принцип, который у нас сегодня еще будет, принцип, который называется принцип двух указателей. То есть, как он работает? То есть, если у нас есть первый массив и второй массив, мы устанавливаем указатели на начало, ну, и теперь мы можем сравнить значения по этим указателям. Если у нас значение по первому указателю меньше, ну, поскольку они у нас уже упорядочены, мы договорились, значит, вот этот элемент есть самый наименьший в итоговом массиве. Мы его отправляем в выходной массив, в этом месте, для этого массива переставляем указатель, и вернулись к той же самой ситуации. У нас есть два отсортированных массива, вот этот, который начинает с этого указателя, с этого указателя, и опять мы продолжаем эту операцию с тех пор. То есть, кидаем сюда единичку, переставляем указатель, кидаем эту двойку, переставляем указатель, тройку, четверку, ну, и так мы за сколько мы эти массивы слили? Ровно за сумму элементов массива, правда, да? То есть, мы в любом случае должны пройти все по всем элементам, мы ни разу не возвращаемся, поэтому оценить сложность алгоритма просто. Ну, и в конце концов у нас получилось так. А как только один из указателей дошел до конца массива, точнее, зашел до конца массива, ну, понятно, что другой массив содержит все элементы больше, или больше равные этому элементу, который мы, который был, и поэтому мы просто копируем. Поэтому вот этот алгоритм слияния, он несложный, он занимает буквально там 5-6 строчек, очень эффективный. Ну, что на входе? На входе два сортированных массива, на выходе массив длины, который есть сумма длин этих массивов. Ну, мы должны, конечно, память заранее заказать под тот массив, который будем сливать, и это будет удобно. Ну, и так, мы имеем хороший алгоритм. Есть алгоритм слияния. Давайте попробуем посмотреть, как бы этот алгоритм использовать для сортировки массива. Ну, возьмем массив на, ну, на тысячу элементов. Мы примерно сказали, что сортировка вставками или сортировка пузырьком заняла бы примерно пропорционально n квадрату. Ну, давайте просто n квадрат возьмем. Потребовалось бы миллион операций. А что будет, если мы каждый возьмем этот массив, отсортируем левую половину отдельно, маленький подмассивчик, отсортируем правую половину маленький подмассивчик на 500 элементов, а потом сольем. Сколько операций будет? Поскольку у нас квадрат, как мы сказали, сортировки вот этой левой части и правой части, значит, 500, левая часть сортируется за 500 в квадрате, правая часть сортируется за 500 в квадрате, а потом слияние за 1000. Итого мы на такой простой операции в два раза ускорили. Но мы же можем продолжать это дальше. То есть каждый 500 давайте на 250 разобьем, 250 давайте на 125 разобьем. Прекурсивно, конечно же. И вдруг оказывается, что до бесконечности мы, до бесконечно малых мы не придем. Понятно же. Но смотрите, какая-то вещь получается. Здесь каждая сортировка у нас вроде как два раза ускоряет все, но ведь каждый раз нам приходится сливать все элементы массива. То есть у нас на каком-то уровне будет 8 мелких сортировочек, но одно большое слияние. То есть вот эта константа, что слияние у нас происходит всегда за одно и то же время на каждом слое. Вот не дает этот алгоритм сделать максимально быстрым. Поэтому тут получается как раз n логарифм n. Вот то самое волшебное значение, которое все эти алгоритмы сортировки сравнения дают нам и не могут его превзойти. Ну давайте вот такой некий псевдокод напишем, который будет работать для сортировки слияния. Что мы должны сделать? Поскольку мы массив, у нас есть массив, мы можем сортировать левую часть или правую часть, нам недостаточно иметь указательное начало, нам нужно иметь откуда докуда мы собираемся сортировать. С чем мы начинаем? Мы начинаем с того, что рекурсия конечно хорошо, но надо ее когда-то остановить. Мы всегда что любой рекурсивный алгоритм обязательно требует какой-то остановки, то, что мы называли базой индукции. Поэтому вот когда мы достигаем какого-то порога, мы делаем какую-то простую сортировку, ну например встатками. А если этот порог не преодолен, то находится некий средний элемент, сортируется от лоу до мида, от мида 1 до хай, а потом делается слияние какое-то. Ну, как слияние делается примерно мы знаем, я тут уже детализировать не буду, этот код, если вы хотите написать, сами можете написать, поэтому, вот видите, у нас получается mergeSort, вызывает mergeSort уже с меньшим количеством элементов для сортировки. Ну, в принципе, если вам очень хочется, можно вот этот threshold порог поставить каким-то таким типом единичка, ну, практика показывает, что для реальных задач, которые мы собираемся сортировать для реальных массивов, вот этот threshold имеет, интересно, какой порядок, когда надо перейти с логарифмической сортировки на квадратичную, чтобы не потерять большое количество времени. Интересно, кто примерно оценит это? 10. Нет, вообще около 30 такой порог. То есть, например, если посмотрите исходные коды сортировки сортировок, ну, то там будет константа порядка 30, от 30 до 50. Ну, вот с этого момента сортировка вставками становится не хуже, а может быть и быстрее, чем меньше у нас N, тем у нас становится лучше и быстрее, чем сортировки другие. Ну, потому что накладные расходы здесь все-таки у нас есть, есть создание новых массивов, создание копирования новых массивов, ну, там этого уже нет. поэтому где-то всегда надо становиться, когда уходим в рекурсию. Ну, не обязательно до самого начала доходить. Можно дойти и до какого-то такого порога. Как раз эксперименты можно проделать, попробовать для разных типов данных. Так что мы нашли одну из хороших сортировок, но у нее есть один недостаток, из-за которого эта сортировка применяется, ну, возможно, реже, чем она могла быть, могла быть полезной. Почему мы ее применяем реже? Потому что, ну, как я сказал, для того, чтобы получить исходный массив, нужно сначала сделать слияние и в какой-то момент времени у нас есть первый массив, второй массив и нам придется куда-то класть слитый массив. В принципе, есть алгоритмы, которые требуют половинку этой памяти, но мы уж не будем сейчас настолько глубоко такие алгоритмы изучать. Ну, то есть, давайте скажем так, что в памяти нам потребуется пропорционально длине массива дополнительной. Это число у нас всегда. А сложность абсолютно не зависит от массива, который мы сортировали в начале. Совсем. Которые собираемся сортировать. То есть, упорядоченный массив, неупорядоченный, он будет доходить до вот этого порога, потом сортировать как вот этим плейн сортировкой, квадратичной сортировкой. А что там было, не обращает внимания. То есть, хоть отсортированный массив, хоть случайный массив, хоть отсортированный в порядке убывания, она работает за одно и то же время. В отличие от квадратичных алгоритмов, ну как, если у нас алгоритм Bubble, то сортированный массив сортируется за ОТН. Алгоритм сортировки вставками тоже за ОТН. Но видите, тут оказывается, свои плюсы имеются. Ну что, хороший алгоритм, быстрый алгоритм. Прекрасно этот алгоритм можно применять для специфических видов сортировки. Ну, например, для сортировок с использованием нескольких процессоров. Тогда вот эти частичные сортировки, вот эти, можно сортировать независимо друг от друга на каждом своем процессоре. Например, эту сортировку можно использовать для внешней памяти. То есть сортировать файлы, те, которые не помещаются в оперативную память, ну, ни при каких условиях. То есть, поэтому, как сказать так, этот алгоритм не надо из виду исключать. Он хороший, он полезный, его написать легко, и он расширяется отлично на какие-то другие применения, кроме такой чистой сортировки. Ну, например, посчитать количество инверсий. Выясняется, что, немножко изменив код сортировки вот этой слияния, мы можем посчитать количество инверсий в массиве за вот как раз n логарифм n, то есть сортируя и заодно смотря, сколько инверсий у нас там имеется рекурсивно. Ну, хорошо, значит, это мы с этим справимся. Давайте вторую попробуем сортировку, которая вот как раз сейчас нас приведет к усорту, вот ту самую сейшенную, которую мы хотим так срочно написать. Так, вопросы по мёрчу есть какие-то? Полезная сортировка, удобная, красивая. Рекурсия внезапно работает быстро и удобно, дает нам более простой алгоритм. Так, ну а теперь мы сейчас попытаемся немножко модифицировать этот алгоритм. Ну, каким образом? Мы сейчас сортировали отдельно кусочки, потом сливали, а сейчас попробуем сделать следующее. То есть давайте возьмем какой-то элемент и раскинем все элементы, которые находятся внутри массива, таким образом, что вот элементы, которые меньше, мы отправим налево, а элементы, которые больше, отправим направо. Ну, и куда-то отправим элементы, которые равны, равны то ли налево, то ли направо. Что тогда у нас будет? У нас тогда появится некий такой фокус. Что мы теперь сможем, вот те элементы, которые меньше, как вот этого нашего выбранного элемента, мы можем отсортировать этот кусок отдельно, потому что у нас есть вариант, что все элементы меньше правой части. Этот кусок можем отсортировать отдельно, потому что все элементы здесь, они больше, чем которые в левой части, просто независимо друг от друга, просто на месте. В данном случае все то же самое, как у нас было в алгоритме слияния. Ну, единственное, что мы не создаем внешних массивов, и, возможно, это когда-то кого-то спасет от недоцетка памяти. Ну, а теперь осталось только понять. Опять же, мы, видите, второй раз уже решаем задачу следующим образом. То есть мы, во-первых, делаем алгоритм какой-то и думаем, а что было бы, если эта подзадача была решена? А что было бы, если эта подзадача была решена? То есть в сортировке слиянием у нас была такая подзадача. А что было бы, если бы у нас были два сортированных массива, и мы захотели бы их слить, сколько бы это нас заняло? Решив эту задачу, обрадовавшись, что она имеет хорошее решение, мы тогда можем решать большую задачу. Здесь у нас тоже такой же вопрос стоит. Значит, сколько времени займет перетасовывание массива? То есть если мы выбрали какой-то порог, который служит таким разделителем, здесь у нас меньше, здесь у нас больше, вот сколько тогда это времени могло бы занять? Ну, давайте посмотрим. Можно ли это сделать быстро, вот эту операцию? То есть по какому-то порогу или по какому-то ведущему элементу, как мы будем его называть, раскинуть что-то налево, что-то направо. Ну, давайте мы решим небольшую задачку об армении. Что это задача? Стоит стул, на столе расставлены стаканы чашки, они все закрыты, стаканы, там чашки непрозрачные, в них находится там молоко, чай, кофе, ну, какие-то такие предметы, белые и черные. Бармен, он немножко альцгеймер, он не помнит все сразу, он помнит небольшое количество фактов в своей жизни, например, где находится тот, а где находится тот, но не более того. И перед ним стоит задача упорядочить эти чашки таким образом, белые отправить все налево, а черные направо. И у него есть две операции, то есть он может приоткрыть, посмотреть, что там находится, и может поменять любую пару местами. Вот насколько эту задачу можно решить быстро? То есть сколько операций таких посмотреть и поменять местами потребуется? Есть ли какие-то мысли, как бы это сделать? Первое, что можно посчитать, сколько белых, сколько черных, но он забудет это. Может быть, не забудет, но это надо все посмотреть сначала, потом начинать менять, а в каком порядке менять? Как? То есть искать потом белые еще раз. Вот я забыл, где они находились. То есть я узнаю, что там у нас пять белых, пять черных. А теперь я хочу поставить на это место белые. Я еще раз должен посмотреть и искать, где же белые, еще раз начинать открывать их, а потом еще менять местами. Ну вот, оказывается, здесь для этого бармена существует довольно изящный алгоритм, который, опять же, работает на тему два указателя. А что же два указателя тут у бармена могут быть? А вот такие два указателя. То есть один указатель ставится в начало, а другой в конец. Ну а что это означает? Ну давайте глянем, куда показывает указатель начало, первый указатель начало. то есть мы идем по нашим чашкам и начинаем их открывать до тех пор, пока не наткнемся на первую неправильно стоящую. То есть если белая, то пропускаем, она уже на месте. Черная. Остановились, запомнили, памяти хватило, да, пока. Вот один элемент нам достаточно, можно положить какую-нибудь конфетку рядышком, если что. И потом идем справа и точно так же начинаем двигаться. Если у нас справа были черные, то мы их пропускаем, они на месте стоят уже, и останавливаемся на белой. Вот они у нас получаются. Слева черные, справа черные. Что делаем? Меняем местами. Теперь обе чашки сразу встали на местах. После чего мы придвигаем указатель, как только мы их сдвинули. Опять слева ищем самую первую черную, справа самую белую. Меняем местами. Слева черная, справа белая. Меняем местами. Ну а после следующего обмена они зашли друг за друга, и мы поняли, что у нас все хорошо. То есть в какое количество операций нам потребовалось? Во-первых, поскольку мы не собираемся здесь просматривать дальше, указатель друг за друга зашли, то есть мы открыли не больше н чашек и сделали не больше н пополам операций обмена. Ну, все, отличный алгоритм получается, да? Очень симпатичный. То есть мы нашли способ вот такого разбиения, на самом деле. То есть мы предположили, что такой способ существует, на этом способе построили алгоритм какой-то, и теперь убедились, что действительно такой способ существует. Этот метод называется сортировка Хуара, такой голландский математик есть. Говорят, что он открыл этот способ разбиения, будучи на практике в МГУ. Такая легенда есть. Ну, там были какие-то ленты, сортировка на лентах что-то была. Ну, вот он открыл так. Ну, Хуара это вообще достаточно известная личность. Он не только этой сортировкой знаменит, там еще есть некие такие его работы по параллельным системам. Существует второй способ, который называется сортировка Лу-Гу-То, который так же, это фамилии все, да. Упредничий идет слева направо и больше никак. Смотрите, чем нехорош этот способ? Обратите внимание, мы меняем местами вот этот элемент с этим элементом. Может ли оказаться, что вот ключ с этим элементом сравним, равен ключу с этим элементом? Ключ. Можем? Может, да. А теперь что получилось? Значит, если они находились в порядке А-Б, то после того, как поменялись, они становятся в порядке Б-А. Сортировка неустойчива. Хорошо? Не особенно. Ну, во всяком случае мы должны знать, что вот эта сортировка, которая по методу Хуара работает, она, хотя и сейчас мы видим относительно может быть быстрая, мы еще не знаем какая сложность пока, но она неустойчива. А вторая сортировка, которая сказала Ламута, она немножко помедленнее обычно работает, но она устойчива. Ну, просто знаете, что есть варианты вот этого разбиения, устойчива и неустойчива. Мы сейчас Ламута не будем смотреть, просто знаем, что вот эта сортировка, которую мы называем быстрая, она имеет и устойчивый, и неустойчивый вариант. Ну, Q-sort, что в Q-sort? Я не знаю сейчас, что в Q-sort, в C++ в этом смысле гораздо проще. Там есть метод sort, который дает нам любую сортировку, в том числе неустойчивую. И если нам нужна точная устойчивость, там есть метод, который называется stable sort. Ну, я так полагаю, что Q-sort, он должен быть устойчив, потому что у нас нет другого способа вызвать сортировку. Поэтому давайте считать, что сортировку устойчивость, ну, я думаю, что в контекстах у вас такое вряд ли будет. Ну, и так, что нам дальше делать? Итак, мы выбрали какой-то ведущий элемент. Этот ведущий элемент разбил нам, этот наш массив, на две части. Одна уже отсортирована, не отсортирована, одна часть, которая элементов меньше, другая часть, которая элементов больше. После чего мы рекурсивно, опять же, сортируем эти кусочки, опять же, находим каждый ведущий элемент и продолжаем сортировать. Ну, мы не будем, ну, это у нас, как видите, получается, это похоже на сортировку слиянием, только без слияния. Звучит красиво, да? Ну, сложность у нас получается такая же, если мы будем находить примерно равные части, ну, там, у нас нет такого сейчас понятия основной теории и рекурсии, которая докажет нам это. Ну, как это примерно выглядит? То есть, давайте возьмем такой массив, выберем какой-то ведущий элемент восьмерка. Ведущий элемент, в принципе, может быть тем, каким-то числом, который не принадлежит массиву. Ну, давайте, ну, там, какой бы выбрать из этих по массиву элемент, который примерно пополам разобьет? Можете вы решить эту задачу? То есть, не заглядывая, у нас вот здесь массив, что за элемент, который разбил бы все на примерно две равные части? Легкость сдача или нет? Вообще непонятно, как решать, да? Нет, есть алгоритмы, так называется, нахождение медианного элемента. Ну, если мы каждый раз его будем применять, то мы потеряем большую часть привлекательности этой сортировки, потому что он тоже довольно медленный, он за ООТ идет, при этом тоже не дидерминированно за ООТ, это в среднем. Поэтому, ну, давайте просто выберем какой-то элемент случайно и будем надеяться, что нам повезет. Да, представьте себе, этот алгоритм основан на случай. Неожиданно. Вот алгоритм сортировки следований, он на случай никак не надеется, он совершенно четко знает, что сейчас я образую левую половину, сейчас я правую половину. Такой немножко скучноватый алгоритм, потому что он всегда работает одинаково, да? А этот такой живчик, он побыстрее будет это делать, потому что не потребуется два очных массива, но такой азартный алгоритм. А вот получилось или нет? А вот сейчас, да? Получилось. Так, у нас есть какой-то элемент, мы выбрали какую-нибудь восьмерку, например, произвольную, и теперь вот с помощью вот этого алгоритма ламута мы, вот элементы все, которые меньше восьмерки, столкнули влево, а элементы, которые больше или больше равны, восьмерки, столкнули вправо. Ну, тут равенство у нас всегда присутствует как-то, либо мы отправляем в одну часть, либо в другую часть, ну, тут зависит от идей, от реализации. Ну, и смотрите, теперь эти части, если мы отсортируем эту часть и эту часть, то у нас получится полностью отсортированный массив. Ну, отлично, этого мы и хотели. А как мы сортируем это? Ну, опять же, таким же образом. То есть выбираем ведущий элемент в этой части, разбиваем, выбираем эту половинку, это сортируем, поскольку мы сортируем прямо на месте, нам никаких добавочных массивов не требуется, ну, и так далее, и так далее. Видите ли вы гадости в этом алгоритме? Чем этот алгоритм не так хорош? Идеально, когда мы делим пополам примерно, да? Ну, как это добиться? Как найти такой элемент, чтобы разделить примерно две одинаковые половинки? Вы знаете такой алгоритм? Так легкий. За от единицу? Точно нет. А его нет за от единицу. Конечно же. Есть алгоритм за от n, ну, тогда вот эта сложность алгоритма сильно увеличивается, может быть, даже лучше. А что будет, если мы будем находить каждый раз элемент, который находится в отсортированной последовательности? То есть, если мы сейчас в качестве ведущего взяли двоечку, тогда у нас получится слева двоечка, а справа все весь стальной массив. Отсортировали двоечку, ура, получилось, быстро. А теперь начинаем отсортировать массив на n минус единиц. Выбираем троечку или по четверочку. Опять у нас получилось... Не кажется ли, что это такой, очень уж такой азартный алгоритм, да? Это правда. Такое оно и есть. Но единственное, что мы надеемся каждый раз, нам не будет так не вести, что когда-нибудь разобьется. Ну, в общем-то, есть такая... У вас мат-статистики еще теориера не было. Ну, скажем так, мат-ожидание того, что попадет... Мы выберем хорошее число, она равняется две попытки. То есть, этот алгоритм в конце концов сработает. Вероятность, что нам не повезет, размером массива очень сильно падает. И падает обратно факториально. То есть, очень быстро падает. То есть, массив в 20 элементов какая-то вероятность, массив в 40 элементов вообще вероятность близка, очень близка к нулю, что нам не повезет. Но, как я сказал, у нас же еще есть понятие порог. Вот тут он как раз... Мелкие все эти массивчики, на которых вероятность плохая, он отсекает. То есть, они сортируются каким-то таким детерминированным алгоритмом, квадратичным, но детерминированным. Вот как у нас в сортировке трес-холл была такая переменная. Поэтому, не так печально все в жизни. Но мы обычно делаем следующее здесь еще. Мы не только... Просто случайным образом выбираем элемент. Обычно выбирается как? Выбирается первый элемент, берется последний элемент и средний. на сирии. И среди этих всех элементов выбирается медиана. То есть, тот элемент, который больше одного, ну, как бы на втором месте, если бы мы отсортировали третьих элементов. Ну, в этом случае у нас массивчики, которые получаются не меньше двух, в худшем случае, которые, да, либо справа два, либо слева два элемента, получается. Ну, а, опять же, если все это в большом, так сказать, то есть, большое количество испытаний сделать, то вероятность того, что нам не повезет, она очень мала. Ровно противоположный случай лотереи, да? То есть, у нас антилотерея. То есть, мы... Нам в основном везет, иногда может не повезти. Поэтому сложность... Да, вот этот алгоритм зависит от входных данных, от алгоритма. Есть некие такие специальные, так называется, киллер-сиквенс в теории. То есть, те последовательности, которые дадут нам вот это самое ужасное время от n-квадрат. Ну, как попасть на эту киллер-сиквенс в реальной жизни очень-очень тяжело. Вероятности, там, 10 минус какой-нибудь там 40-й, 50-й, 100-й. Поэтому... Ну, есть. Поэтому сортировка, она хорошая, быстрая. Она немножко быстрее получается в частности сортировки с слиянием в ряде случаев. Она не требует дополнительной памяти. Ну, вот у нее есть такой недостаток. Она может в худших случаях вести себя не так хорошо, как сортировка с слиянием. Поэтому вот такая золотая середина, вот сортировка с слиянием, видите, она всегда работает хорошо, быстро, гарантированно. Ну, если у вас есть добавочная память, то почему бы и нет, собственно говоря. Почему не воспользоваться? Так, ну что? Квиксорт. Рассказывайте, что вы не поняли. Как написать? Ну, как написать? Надо, первое, написать метод поиска бармена. После чего этот метод поиска бармена, который мы называем сортировка хора, разобьет массивы на рекурсивные, вот он на подмассивы, и рекурсивно продолжать это делать. До тех пор, пока размер подмассива не станет меньше какого-то порога. Порог отсортировать, сортировка вставками, там даже код был, да? Все. Ну, а что делать? Мы же не ровно посередине бьем же. Мы же белые, черные вот эти стаканы. Мы же не знаем, сколько их было. Мы вообще их не считали в том. Поэтому где-то остановилось, то, например, у нас какой-нибудь элемент возьмем, отсортированная последовательность у нас тут есть, нет. Ну, вот какой-нибудь элемент, там пятерку возьмем, слева у нее будет находиться там вот столько элементов, справа все остальные. Ну, отсортировали, такой кусочек отсортировали, такой кусочек. Размеры мы знаем. Знаем. И того, и другого кусочка. Просто вот этот алгоритм нам даст не две половинки одинаковые, а даст маленькую половинку, ну, как бы, не половинку, да, маленькую группу, и групп побольше. Ну, и каждую из них мы сортируем отдельно, опять же, рекурсивно, например. Самый простой способ. Ну, я хочу сказать, что в данном случае переход от рекурсив к итерации обычно, ну, вот в этом алгоритме, он не дает увеличение производительности. Он дает немножко уменьшение размера стека, который для этого нужен. И больше ничего. То есть они примерно одинаковы к производительности. Поэтому даже в системных библиотеках там он остается часто рекурсивным, этот алгоритм. Кто-то что-то помог? Ну, если вас интересует, я могу на сайте, ну, сайт же она, вы же видели, там, да, там есть лекции, я могу коллекцию сортировочных программ, включая Merge, включая Quicksort. Я выложу тогда, там ссылку на нее положу. Ну, такая интересная штука, вы можете посмотреть, что происходит. Ну, там, например, ну, немножко пока оставим, останемся здесь. То есть там считается время всех программ, всех алгоритм сортировки. Там есть и Bubble Sort, и есть там сортировки, там, Shell, Comp, ну, некие такие, которые я сейчас не рассказывал. Которые. И, например, сортировка пузырьком массив из 100 тысяч элементов сортирует примерно 10 секунд. Я всегда говорю, ну, давайте сейчас пропускаю, там все пишут алгоритмы, потом говорю, ну, давайте сейчас мы теперь запустим это на 50 миллионов элементов. Вот сортировка пузырьков. За сколько отсортирует массив на 50 миллионов элементов, если она сортировала массив 100 тысяч элементов за 10 секунд? У кого калькулятор есть? Посчитайте. Ну, есть какая сложность у нас пузырька? Квадрат. Во сколько раз будет дольше работать? Квадрат. От разницы. Значит, 10 умножить на 500 умножить на 500. Это все в секундах. Теперь делите на минуты, часы, дни. И получите сколько там в районе, что-то около месяца, да? Вот. Замечательно. Замечательно по скорости, правда, да? Ну, то есть, не забывайте, что квадратичные сортировки, да? Где-то так, да, примерно. То есть, квадратичные сортировки, они хорошие для очень маленьких размеров. Там у них маленькие накладные расходы. Ну, как только размеры начинают увеличиваться, все становится очень-очень печально. А когда начинают увеличивать? Видите, я сказал, 100 тысяч еще как-то, да? Ну, на самом деле, 100 тысяч мы уже не будем сортировать пузырьком, конечно, и ничем другим. То есть, начиная так с 50, уже квадратичные сортировки немножко начинают проигрывать, а после там 100, 200, там уже проигрывают довольно сильно остальным сортировкам. Ну, а вот сортировка, которая самая быстрая, 50 миллионов элементов, потом начинают ахать, потому что она делается за 0,2 секунды вместо месяца. Ну, вы поняли, что такое алгоритмы, да? Почему хорошие алгоритмы важны? Ну, а сортировка, например, быстрая сортировка, она в районе трех секунд работает. Вот этих 50 миллионов элементов. Вместо месяца 3 секунды. Правда, хорошая? Хорошая, да? Понимание, что происходит, почему нельзя пользоваться всякими дурными сортировками. Ну, она не дурная, конечно. Она дурная для больших размеров, а для маленьких как раз она вполне нормальная. Поэтому вот эта сложность алгоритма, вот то, что нам обязательно надо понимать, когда мы начинаем пользоваться чем-то чем. Ну, а как я сказал, еще самая лучшая сортировка делается за 0,2 секунды вместо 3 секунд. Значит, надо подумать, а можно ли достичь лучших результатов. Ну, это наша, вот эта последняя часть сегодня, это сортировка с использованием свойств элементов. Ну, я сейчас не буду вам доказывать теорему о том, что любая сортировка сравнения не может сортировать быстрее, чем за n логарифм n. А у нас сейчас две сортировки уже за n логарифм n были. И я сейчас буду пытаться показать, что такие сортировки есть, которые сортируют быстрее, чем за n логарифм n, но они уже сортируют не путем сравнения двух соседних элементов, а путем неких таких свойств элементов. Но они работают абсолютно не со всеми типами данных, а только с очень ограниченными. Ну, например, с небольшими целыми числами. И последняя сортировка называется сортировки подсчетом. Ну, и их разновидности. Значит, теперь мы можем как бы считать, что пусть у нас будет множество ключей ограничено. То есть ключи могут быть, например, от 1 до 50, от 0 до 1000. То есть есть какое-то минимальное значение ключа, какое-то максимальное значение ключа. Этот размер этого множества небольшой. Ну, и то, что даже размер этого множества, нам даже интересно самое минимальное значение, максимальное значение. А существуют ли элементы в этом множестве посередине? Ну, нам сейчас это не так важно. Важно, что множество имеет такой некий размах. Так называемый. Тогда мы можем придумать еще одну сортировку, которая, особенно для очень больших массив, которая содержит вот такие числа, отсортирует нам за линейное время. А как бы это сделать? Ну, давайте мы просто поймем, что вот эти числа, которые у нас с вами есть, поскольку они перечислимы, поскольку их небольшое количество, значит, если мы сейчас заведем для каждого из этих чисел количество раз, которые они встречались, а это можно сделать, просмотрев массив и присвоив, соответственно, еще и числа. То есть сейчас увидим, как это сделается, как это делается. И потом, после того, как мы этот массив сформировали, массив счетчиков, мы по этому массиву просто пробегаем и в зависимости от того, сколько раз элемент встречался, выводим его или не выводим. Отлично. Значит, что тогда? Как бы это можно сделать? Ну, вот смотрите, у нас, опять же, тот самый массив, который у нас есть. Во-первых, мы замечаем, предположим, по свойствам массива, по свойствам задачи, в конце концов, либо по первичному проходу по массиву, что-то он содержит числа вот такого диапазона. Ну, например, он содержит числа или может сделать числа, например, от единицы там до двадцатки. Тогда давайте мы заведем такой массив. Я пишу через квадратные скобочки, через единичку, ну, это, вы знаете, указатели, да, у нас можно как бы смещать все это. И этот массив содержит в начале нули. Теперь мы идем по этому массиву десятка. Значит, мы в десятый элемент массива добавляем единичку. Она у нас встретилась, как в мультфильме, он нас посчитал. Пятерка добавляем сюда. Еще раз. Пятерка, восьмерка и так далее. Вот восьмерка почти так. Смотрите, что у нас получилось здесь. У нас получился какой-то массив, который содержит ноль, если этого элемента у нас не было в нашей начальной последовательности. Единичка, если он встречался один раз, двойка, если он встречался два раза. То есть, один, два, три, четыре, пять. Пятерка у нас встречалась два раза, получается. Ну, а теперь что с этим массивом делать? Этим массивом мы делаем, там, это у нас единице, значит, цикл. От нуля до того числа, которое есть, вывести единицу. От нуля до числа, которое есть, вывести двойку, вывести тройку один раз. Вывести четверку один раз. Вывести пятерку два раза. Шестерку. Ну, то есть, такой небольшой цикл в цикле. И в конце концов у нас выводится вот этот элемент Мы как бы цикл по не нулевым элементам На самом деле можно цикл по всем элементам Просто ну как цикл-то до нуля нормально Он ни разу не выполнится И у нас получается вот сортированный массив Если длина вот этого начального массива была, например, 100 миллионов Что это означает? Мы пробежались по массиву, заполнили маленький массивчик Вот этот Потом пробежались по этому массиву И 100 миллионов вернуть Два прохода Время сортировки от длины массива Правда, да? Ну что, хорошая сортировка? Ее можно немножко обобщить Это мы с вами сортировали целые числа Но сейчас я не буду уже дальше Очень сильно деталить Ее можно обобщить, например, таким образом Если мы Хотим отсортировать не такие маленькие чиселки А числа побольше Например, 2 в 32 степени То с помощью этой сортировки Это можно сделать тоже быстро А вот как? Создать массив Что мы сказали? Значит, вот этот массив, который мы создаем Он должен быть от минимального числа до максимального числа А если числа у нас до 22 Неужели мы действительно будем создавать массив на 4 миллиарда элементов? Больше тот массив, который мы собираемся сортировать Дайте памяти, да? 16 гигабайт памяти он потребует только Нет, конечно же Мы не так сделаем Мы разобьем эти числа, скажем так, на кусочки, на цифры Ну, что у нас цифры? У нас число 123, число 235 Мы можем отсортировать по одной цифре Правильно? Нет? Но несколько раз Что важно? Важно, что когда мы сортируем по одной цифре Чтобы сортировка была устойчива То есть после того, как мы отсортировали по младшей цифре И потом начинаем сортировать по предпоследней цифре Чтобы вот то, что... Они ни в коем случае не поменялись местами случайно То есть сочетание устойчивой сортировки и сортировки подсчетом Нам даст максимально быстрый алгоритм сортировки чисел Например, до... Просто чисел Да, два интов И там каких-нибудь восьмеразрядных чисел И это будет быстрее, чем сортировка Такие классические сортировки Ну, вот видите, для этого потребуется много памяти Потребуется удвоенное количество памяти Потому что вот здесь, когда мы пробегаемся по этому массиву Ну, в принципе, мы здесь уже, сделав этот массив Мы можем в оригинальный массив вот это все записывать Ну, если нам нужна, как я сказал, поразрядная сортировка Или там радик сортировка называется еще То придется этот массив сортировать в этот, потом этот сюда, сюда, ну, вот таким образом Ну, там уже сложнее Код довольно сложный, сразу говорю Не буду сейчас его не показывать, не рассказывать Ну, вот как раз вот с помощью таких алгоритмов Сортировки можно получить для больших массивов время такое рекордное Взятой долей секунды вместо трех секунд То есть, ну, десять раз примерно ускорить сортировку таких больших Ну, я думаю, что у вас таких задач не будет Но вот такая непоразрядная сортировка подсчета вполне может там оказаться Поэтому, то есть, обращайте внимание на диапазон Диапазон сортируемых элементов Если он небольшой, то это самая быстрая сортировка Так, ну, у нас тогда на сегодня все Следующее у нас динамическое программирование Интересная тема, рекомендую Посетить наш Zoom-канал У нас следующая сортировка уже будет Следующая лекция уже будет Ой, сегодня слово сортировка так часто звучало Уже онлайн, чисто онлайн Конечно, приятно вас здесь видеть Ну, увы, придется вас виртуально представлять Все, на сегодня все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok